Вероника Арапова 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 Прямо на краю поля. Говорит, зерна, если не соберут, то мизер. Не больше 5-6 центов с гектара. Рассчитывали хотя бы на подсолнечник, но в студии по состоянию полей ничего хорошего ждать не стоит. Со своей стороны старается успокоить. Еще не время опускаться руки. Николай Танков рассказывает, неоднократно встречался с руководством Министерства сельского хозяйства страны, чтобы районы, где сложилась чрезвычайная ситуация по засухе, как можно быстрее получили компенсации из федерального бюджета. Будем оказывать помощь всяческую. В любом случае мы понимаем, что это наша с вами продовольственная безопасность, и мы должны друг другу помогать для того, чтобы выжить в этих сложных климатических условиях. Между тем, ряд решений по поддержке аграрии уже приняли. Так удалось договориться с Роселько с банком о продлении кредитов, на которые живут многие фермеры. Берут деньги, как правило, под будущий урожай, которого в этом году не собрали. Принято такое решение. Будут трагированы кредиты, которые обеспечат 2-3 года сельского производителя прожить в это сложное время. Вы понимаете, что сегодня дана полная команда и Роселько с банком, и агролизингу. Вопросы, касаемые поддержки пострадавших от засухи аграриев, значатся в повестке дня на самом высоком федеральном уровне. О ситуации на полях регионов России Николай Панков говорил в Москве на совещании с участием премьер-министра страны Дмитрия Медведева. На федеральном уровне есть понимание о поддержке, без которой регионы самостоятельно не смогут справиться с последствиями засухи. Важно, чтобы помощь как можно быстрее дошла до пострадавших субъектов. Надеюсь, что наша совместная работа с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым принесет нужный результат, и финансовую поддержку фермеры получат вовремя. Колхоз, которым руководит Василий Малычин вот уже более 30 лет, имеет почти вековую историю. Как бы трудно ни было, хозяйство сохранили и вывели на достойный уровень развития. И теперь, когда такой выдался год, не хотят допускать и мысли о сокращении. По жизни оптимисты и надеюсь, что государство, конечно, не оставит нас один на один с этой гибридами. Потому что за нами стоят коллективы довольно большие. Если мы начнем сокращать производство, то просто останутся многие без работы, без средств, без званий, так более, без ремонта для силы. Так что будем ждать и надеяться только на поддержку. Сейчас в ожидании компенсации финансовой помощи аграриям просто необходимо. Нужно купить семена, соляр, удобрения. Уже пора приступать к севу азимов, чтобы в следующем, в 2016-м, не остаться без урожая. Екатерина Сграничная, Татьяна Кудасова, Денис Злобин, Саратов, 24. Сражение за боксерский поединок. В бою Артема Чапатарева за титул чемпиона мира состоится в Саратове. Правда, чтобы добиться проведения такого массового мероприятия в родном городе, Артему пришлось самостоятельно заняться его организацией. Напомним, еще в июле в Саратове планировали провести бои АИБА про боксинг. Однако Министерство молодежной политики, спорта и туризма тогда не смогло найти средства на проведение поединка в нашем городе. В итоге бой прошел в Москве. В результате победы над румынским соперником Богданом Юратоне Артем Чапатарев получил олимпийскую лицензию. Ну а в Саратове за организацию финального поединка прославленный спортсмен взялся самостоятельно вместе с друзьями и болельщиками. Непосредственно вся организация, то есть созвон, прозвон со всеми людьми, решение вопросов, то есть сможет, не сможет поиск финансовых средств. Опять же таки, то есть мы просим, я не знаю, приглашаем как-то всех тех людей, кто заинтересован, кто хотел бы помочь, то есть саратовскому спорту. Ринг мы, наверное, покупать не будем, будем, наверное, его арендовать. Я не знаю пока где, в Самаре или в Пензе, там просто есть ринг. Свет тоже будем арендовать, все в аренду, потому что в Саратове у нас ничего нет такого, чтобы провести такие бои. Либо в Самаре, либо в Пензе где-то. Тем временем Министерство спорта Саратовской области берет на себя решение вопроса с арендой Ледового дворца «Кристалл». Бой состоится 13 сентября, соперником Артема за титул чемпиона станет Дмитрий Митрофанов из Украины. Саратов по переменам, таким город вам еще не показывали. Мы продолжаем серию документальных репортажей от маршрутов, которые проживал Саратов за свою историю. Наши корреспонденты не просто изучили, как он менялся со временем, а нашли уникальные составляющие его характера. В итоге переменные черты составили единую городскую формулу. В этой программе мы выбрали самую тщеславную траекторию. Кому светское общество обязано появлением слова «папарадзе», чем поразила знаменитого писателя Саратовская поклонница, и чей райдер стал даже большей сенсацией, чем само появление звезды в городе. Саратов-звездный в нашем документальном репортаже. Добыча саратовских охотников за звездной жизнью. Однако фотограф Николай Титов к числу папарацци себя категорически не относит. За 30 лет с камерой на перевес Титов собрал внушительную коллекцию фотографий самых разных знаменитостей. В калейдоскопе воспоминаний только то, о чем не расскажут даже на страницах самых пытливых таблоидов. Александр Малинин, когда он первый раз сюда, в Саратов, приехал, и он уже был знаменитым. Светлана Тома, допустим, или Тома. 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 Вот. Но она, правда, уже стала как бы в возрасте, ей там за 70. Я ее снимал, когда она еще была молодая, да, это одна была, а здесь она чуть-чуть другая, вот здесь она немного стала эпатажней. В Саратове мода на звездное фото сафари так и не прижилась. Вместо скандальности местные фотографы делают выбор в пользу качества протокольных снимков. Между тем, тренд на сенсационность кадров со звездами задают западные репортеры. Охота за приватной жизнью знаменитостей началась еще в 50-х, в годы наивысшего расцвета итальянской киноиндустрии. Тогда начинающий фотограф Тацио Секьероли начал выслеживать представителей богемы на одной из самых фешенебельных улиц Рима, Виа Винетто. Охотник за скандальными снимками вскоре добился успеха. Публика скупала все экземпляры газетных выпусков с фотографиями развлекающихся актрис, разъяренных монархов и даже политиков в обществе стриптизерш. Именно Секьеролю мир обязан появлением слова «папарацци». Фотограф стал прототипом одного из героев киноленты Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Назойливый фоторепортер по имени Папараццо стал экранным символом объявленной охоты на знаменитостей. Саратовские звезды дали негламурные образы для кино. В 1934 году на экранах появился лидер советского кинопроката, фильм «Чапаев» с саратовским актером Борисом Бабочкиным в главной роли. Спустя 20 лет его земляк Борис Андреев продолжил создавать эпические образы в советском кино. Самая яркая его роль, именно яркая его запоминает именно по этой роли, он воплотил в кино образ былинного богатыря Ильи Муромца. Однажды, когда он был на съемках в Ялте, шли съемки фильма «Илья Муромец», и одна из сцен проходила на берегу моря. Милиционер, который охранял сумочную группу, будучи более крупным по телосложению, подошел к съемочной группе и объявил, что такой небольшой артист, как Борис Андреев, годится менее, чем, например, такой здоровяк, как он. На что Борис Андреев взял его поперек тела и бросил в море, продемонстрировав свою силу. И на следующий же день в местной ялтинской газете вышел фильетон о том, как распоясавшийся Андреев топит милиционеров в море. Несмотря на цензуру, уже в советские годы стал прорисовываться абрис современной желтой прессы. Интерес читателей к жизни публичных персон журналисты удовлетворяли при помощи фильетонов. При этом всевидящее око советского главлита наложило табу на подробности личной жизни знаменитостей. Пикантные детали о приезжавших в Саратов звездах остались в личных дневниках светских обозревателей, как это было в случае с рукописями главного редактора газеты «Саратовский вестник» Николая Архангельского, в которых сохранились воспоминания о приезде в 1927 году Владимира Маяковского в числе целой компании футуристов и о вульгарной, по мнению самого Архангельского, выходке одной из его поклонниц. Она подошла к Маяковскому, попросила у него что-нибудь на память, ну, например, автограф. И Маяковский предложил ей взамен прочесть его стихи. На что она ответила, что его стихи ей абсолютно не нравятся, что же вам не нравится, вы мне нравитесь как мужчина, ответила студисткой. И потом с сарказмом пишет Николай Михайлович, это, извините, его слова дура, хвасталась этим событием перед своими друзьями в высших слоях общества. Поклонники нынешних звезд стали еще более прямолинейными в проявлении любви к кумирам. Назойливые фанаты буквально преследовали певицу Алену Апину. Она была участницей известной в 90-е годы группы «Комбинация», которая своей популярностью обязана именно саратовскому прологу к столичной сцене. Примечательно то, что группа «Комбинация» была составлена только из саратовских девушек и завоевала потом, можно сказать, всесоюзную известность. Для уроженки Аткарска Аллы Перфиловой, более известной под псевдонимом «Валерия», путь к мировым хит-парадам оказался длиною в несколько десятилетий. Сначала районная музыкальная школа, впоследствии знаменитая Гнесинка и начало сольной карьеры. И, наконец, триумф не только на российской сцене, но и на сцене лондонского Альберт Холла. Путь к славе для Ларисы Малафеевой оказался рекордно коротким. Девушка всего за неделю стала знаменитой на всю страну благодаря участию в нашумевшем телепроекте «Дом-2». Говорит, что всего за семь дней за периметром популярного шоу обрушили на нее шквал общественного осуждения, хотя признается, что на проекте сама выступала в роли критика откровенного поведения своих телеколлег. Одной из участниц я задала вопрос, что твое поведение действительно уже ни в какие рамки не лезет, оно аморально, непристойное. Я у нее спросила, а почему ты так себя ведешь? Ну это же все увидят, это увидят твои родственники, друзья. Почему так? Она просто не ответила. Я люблю этот телепроект. По словам Ларисы, многие резиденты «Дома-2» воспринимают проект как своеобразный звездный инкубатор, который обеспечивает пропуск в мир настоящего шоу-бизнеса. Участница из Саратова также пришла на проект с давней мечтой – стать кинозвездой. Когда-то для нее все кастинги завершались отказом из-за отсутствия опыта съемок. После участия в реалити-шоу она, наконец, услышала долгожданное «да», сыграв в художественной короткометражке. После экранного дебюта пытается справиться с повышенным интересом прессы и просто любопытствующих. Но к такому натиску девушка готова. По ее словам, на телепроекте работает огромный штат профессионалов, которые учат всем тонкостям звездной самоподачи. Там есть люди, которые ответственны за подачу какую-то, которые помогают себе раскрыться и комфортно чувствовать в той или иной ситуации именно под камерами. Это фантастическое количество людей, которые выполняют каждую свою функцию, начиная от администраторов, которые себя встречают у ворот, естественно, операторов, больше 50, люди, которые заведуют хозяйством. Александре Воробьеву также пришлось практически жить за кулисами телепроекта «Голос». Девушка из «Энгельса» сразила строгое жюри своим вокалом и в результате одержала победу в третьем сезоне шоу. Еще вчера выпускница Саратовского музыкального училища, а сегодня желанная гостья столичных концертов и даже новогодней ночи на Первом канале, куда, как известно, приглашают только эстрадную элиту. При этом остается вопросом, у кого более интенсивный концертный график, у победителей музыкальных телепроектов или у выпускников все того же «Дома-2». Ребята колесят по России с завидным постоянством и даже в Саратове неоднократно давали концерты. Между тем, такому количеству поклонников позавидовали бы даже Примы Мариинского. Свой статус звезды участники «Дома-2» подтверждают не только числом фанатов, но и обширными райдерами. В вопросах райдеров и требований, естественно, они выросли, потому что они стали более профессиональны после того или иного периода на «Доме-2». Каждый из них, как в кино, как у актеров. Чем профессиональный актер, тем выше у него райдер. Концерты группы «Роксет», «Расмус», «Наталья Арейра», я называю, зарубежных звезд, которые, так скажем, работают с повышенными требованиями к техническому райдеру. Но то, что касается приема бытового, например, наши большие друзья, ансамбль «Золотое кольцо» и Надежда Кадышева, обычно в райдере нам прописывают, что обязательно им сделать отварную курицу в бульоне без лука. Саратовским концертмейстерам неоднократно приходилось сталкиваться с самыми придирчивыми требованиями знаменитостей. Настоящей головной болью называют визиты Филиппа Киркорова, среди обязательных условий которого президентский номер в лучшем отеле, просторная гардеробная и целый автопарк премиум-класса для свиты. В противовес на редкость скромен в своих требованиях Валерий Меладзе, частый гость саратовских концертных площадок. В райдере лишь упоминает о чистом гостиничном номере с широкой кроватью, горячей водой, телевизором и обилие питьевой воды. Пару столетий назад приезжавшие в Саратов знаменитости никаких специальных требований не предъявляли, да и появлялись они здесь, как правило, проездом. Именно так, случайно, в Саратов попал французский писатель Александр Дюма-старший, романами которого до сих пор зачитываются современные библиоманы. Автор «Трех мушкетеров» на 1858 году путешествовал по России на пароходе Нахимов и во время одной из остановок вместе с приятелем прогулялся по центральным саратовским улицам. Ощущал теплоту местных жителей, обилие угощений. Здесь вот он посещал местных французов. Саратов отметил своим присутствием и другой мастер художественного слога. Однако в противовес Дюма Михаил Булгаков приезжал сюда неоднократно. С нашим городом писателя связала история сердечной привязанности. Булгаков влюбился в саратовскую девушку Татьяну Лапа, которая впоследствии стала его первой женой. Это была страстная юношеская любовь, а зарождалась она в Киеве, потому что Татьяна к своим родственникам ездила на гимназические еще каникулы в Киев. И встретилась же совсем юным, еще Михаил Булгаков, который даже не был студентом еще. Булгаков приезжал в Саратов в годы Первой мировой и, будучи студентом медицинского факультета Киевского университета, свою первую практику фактически прошел в госпитале на улице Сака-Иванцетти. Здесь он на добровольных началах обрабатывал раны солдатам, делал перевязки. На здании, где трудился писатель, нет ни указателя, ни мемориальной доски. И сегодня трудно предположить, что оно имеет отношение к биографии одного из самых именитых литераторов 20 века. Не все личности, которые достойны этого, размещены на этих досках. Память о саратовских знаменитостях хранит аллея на набережной, уверена Надежда Скворцова. Она знает все о том, как зажигают звезды. Многие воспитанники колледжа искусств, которые она возглавляет, уже покорили российскую сцену. Сергей Кузьмин, многие годы протанцовав на сцене театра Станиславского Немировича Данченко, Москва, сейчас работает в Большом театре. Сергей Алексашкин, народный артист, который работает в оперной труппе театра Мариинского, театра в Петербурге. Верит, что когда-нибудь и персональные звезды ее воспитанников пополнят местную аллею знаменитостей. А пока здесь блистают имена тех, кто давно уже стал историей для региона. Писатель Константин Федин, актер Олег Янковский и даже бунтарь Емельян Пугачев. Саратовская аллея славы совсем не так гламурна, как голливудская. Да и по количеству звезд явно уступает. Около 30 против 2,5 тысяч. Для голливудских знаменитостей появление персональной отметки – один из механизмов самопиара. Для саратовских – скорее посмертная эпитафия. Оценить величину звезды и ее яркость чаще всего готовы лишь на расстоянии. В 2014 году срок уплаты налогов физической милиции был передвинут на один месяц. Теперь погасить задолженности собственников с земли, транспортных средств и имущества должны не позднее 1 октября. То есть на месяц раньше, чем обычно. В этой пятницу гостем нашей студии станет представитель налоговой инспекции номер 8 Ирина Патаринова. Она отметит на вопросы зрителей в прямом эфире. Свои вопросы присылайте на электронную почту mail.sapakasaratov24.tv и задавайте их на страницах телеканала в соцсетях. Смотрите прямой эфир в пятницу 7 августа в 8 вечера. И это были главные новости к 1 часу. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok